Лосось, Валерий, перец, ярость. Слушай, ты получается челихат? Хемороидс. Хемороидс. То есть геморроид. Метать икру из острого соуса. Ребята, нормально пригоришь. Нормально пригоришь, да. Ссать будет больно потом. Молекулярно. Привет, ребята. Снова челеброс с вами. И у меня для вас загадка. Макс. Всем привет. В очках. Но не тот. А что это за Макс? Это главный, на секундочку, бартендер России 1673 года. Многочисленный финалист и победитель конкурсов барного искусства. И также финалист Diageo Reserve World Class, который проходил в Мехико. Да, да. В 2017. В 2017 году. То есть ты выиграл местный. Российский, да, финал. Конкурс. И поехал в Мексику. Сегодня пообщаемся за барную культуру, за твое становление вообще как профессионала. Ну и немножко попробуем. Супер, супер. Так, ну что? Расскажи немножко. Меня зовут Макс, еще раз. Но не тот. Да, я бартендер. Сейчас уже за стойкой, ну на самом деле, стою прям поменьше. Последние полгода больше занимаюсь, собственно, бар-менеджерством. Такого очень известного, крутого бара Friends. Первое такое детище в нашем семействе Friends Orchestra. Вот. И я сейчас занимаюсь, в принципе, всем. Начиная от команды, заканчивая коктейлями, меню и так далее, и так далее. Ну это вот последние полгода, а до этого семь или даже семь с половиной лет, это прям ночью, это стойка, за стойкой постоянно, всегда. Вот такая история. Чем ты до этого занимался? О, слушай, как я вообще попал за бар? Ну да, мне очень интересно, как вы все попадаете за бар. У тебя есть классная история, у меня есть классное подмечание, мы вчера еще это обсуждали, что очень многие люди приходят на кухню или в бар и потом достигают в этом высот из информационных технологий, из индустрии вот этой всей телекоммуникационной штуки. И ты тоже выпускник... Да, радиоэлектронного факультета нашего НГТУ, замечательно. Как у тебя диплом назывался? У-у-у. Ну, на какую тему он был? А, мой диплом, магистральная сеть, типа оптоволокно между двумя населенными пунктами. Это якутский был университет? Нет, почему? Ну нет, ну просто звучит по-якутски, магистральная сеть, типа оптоволокно, там, ну пацаны просто с Якутии не парятся над названием. Конечно, конечно. Так, собственно, как попал за бар? Это было после третьего курса универа, да, я поехал в Америку, в work and travel, там понял, что такое там работать, зарабатывать деньги. Вообще, на самом деле, больше я, конечно, там тусовался, но так получилось. Вернулся, у меня была девушка, мы с ней почему-то разошлись, и я понял, что мне просто тупо скучно. Мне не надо было работать тогда. Как бы мне родители давали какие-то деньги, там, квартиру мою платили, и отец говорил, иди учись, иди учись. Мне настолько было скучно, что приехали мои друзья из Якутии, и мы просто пошли в самый дешевый бар, который только может быть. Был такой бар, пивная арена на Студинской, помните? Жесткий был бар. Жестокий вообще. Ну, если у тебя есть тысяча рублей, то ты, ну ты просто бог, там. Да, ты царь. У тебя вообще можешь, нету ничего дорогого, просто вот так. Ну и, собственно, мы выпили хорошенько, там, и мне почему-то показалось прикольным работать за баром. А там контактный бар был? Да, 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 и мы сидели за баром. Я, собственно, спросил у бар, мы просто вот так вот, берут у вас без опыта на работу? Он говорит, да, берут, вот телефон. Я позвонил на следующий день, через два дня уже вышла смена. И все, я, кстати, наверное, один из немногих людей, который первый раз попал, скажем так, в плохой бар, а сейчас занимается управлением одним из самых лучших, и это, как бы, мне льстит очень. Угарная карьерная лестница у тебя получилась. Из пивной арены, из грязи в князи практически. Получается так. Да, и говоря про Фрэнс, напоминаю, что Фрэнс запустил очень важную и крутую инициативу, она называется Support Local Doctor. Они занимаются развозом горячих вкусных обедов от своих лучших, в общем-то, поваров, специалистов кухни, врачам, которые работают в сложных условиях, в условиях пандемии, они работают с больными ковидом, чертовыми людьми и так далее. И вот Фрэнс такое доброе и крутое дело запустил, а мы, собственно, все донаты за вчера и за сегодня, мы переведем парням все, что вы сегодня накидаете. Спасибо большое. Вообще, очень ценим поддержку вашу. Это очень круто. Спасибо вам и спасибо врачам, потому что, ну, они наши герои. Сейчас, в это сложное время, весь 2020 вообще врачи вывозят, как бы, как не в себя. Действительно, условия там очень серьезные. В больницах просто закрыли столовки из-за эпидемиологических, да, правильно сказал, соображений. Действительно, ну, просто элементарно негде поесть за там эти длиннющие смены. И поэтому, да, действительно, мы решили помочь. И очень круто, пока у нас получается, поддерживать и нас вместе делать добрые дела, очень крутое. На самом деле, мы еще много о чем побеседуем сегодня. Предлагаю пока начать, раскукорить, так сказать, этот вечер с первого соуса, который называется, не просто, а Хаттер Зенел Дьюкс Колд Ноус Браун Эль Чипотли Хот Соус. И под этим огромным названием кроется отличный соус на основе перцев, чипотли и халапеньо с добавлением коричневого эля Дьюкс Колд Ноус от Болт Сити Брюерис. В средней по остроте, но с очень ярким вкусом, сделано в Джексон Вилле, штат Флорида. И в составе, соответственно, все, что вы любите, это измельченные помидоры, коричневый эль Дьюкс Колд Ноус, перец Чипотли, перец красный халапеньо, вустерский соус, сахар, соль, уксус из яблочного соуса. Интересно. Скорее всего, это просто яблочный уксус. Лук и чеснок. Пил такой эль? Браун эль, да, конечно, пил. Дьюкс Колд Ноус? Нет, не этот, а вообще просто категория. Интересно, почему, кстати, Колд Ноус, что это значит? Можешь рассмотреть бутылку. Там нарисован пёс. Я так понимаю, что это какой-то маскот этой пивоварни. И, собственно, в честь его холодного пёсьего носяры назван этот коричневый эль. Какие у тебя любимые эльи вообще? Эльи? Слушай, я даже не могу вспомнить бренд никакой. Ну, не знаю, вообще из элей, ну, там классика типа Килкенни, там, знаешь, или Фуллерс. Фуллерс Лондон Прайд, это, по-моему, тоже эль. Да, Лондон Прайд тоже. Коричневый как раз. Как раз он и есть, да, да. Ну, наверное, вон, как бы, это классика. Что, откроем его? Давай. Умеешь откроем? Я или ты? Давай ты. Давай попробуем. Ты, гость, тебе самые лучшие сегодня дела. Я там где-то надрезал. Ага, вот, я не пойму. Плохо надрезал. Давай. Ну, я пытался. Давай. А, вот. О, нашел, видишь. Ну, это опыт, опыт. Что говорить? Ну, да. Кстати, в тему названий собачьих у нас, у наших друзей из бара Ахайт, у них есть тоник свой, который называется Бро Тоник. И он, собственно, назван тоже в честь собаки, которую звали Бро. Вообще, блин, для вас 20-й год, да, таким стал. Вроде он, с одной стороны, пи***ц, какой сложный, а с другой вы уже открыли два и готовите еще два. Ну, мы, во-первых, начали с того, что мы открыли крышу Friends Abarth, которая, блин, большой вообще очень проект. И первый такой руфтоп крутой, который, кстати, это было первое место, которое я, как бы, бар проектировал, проектировал там концепцию коктейльной карты и так далее. То есть во Friends я уже, когда приходил, что-то существовало, здесь все было с нуля. И для меня это был, ну, очень крутой опыт. И еще мы прям так круто стреляли вообще, прям доволен работой, доволен вообще всем, что у нас получилось. Вот, это классное место. И, собственно, да, потом еще два, и сейчас еще два. Так, как любит говорить наш друг Макс Каретус, на первом носе что-то почутишь? А, ну, подожди, ну, первый нос, это вот как-то вот так надо, отсюда где-то ощущать аромат. Слушай, я явно чувствую карамель какую-то, мне так кажется, но мне кажется, карамель, она вот именно из браунеля исходит. Вот этот аромат, наверное, что-то такое. Скорее всего, это действительно вот некоторая коричневатость эля, плюс чипотля. Это копченое хлопейное. Ну, кстати, мы можем напоследок потом, нам есть чем чокнуться. Заметили уже отличный вискарь у нас на столе, бурбон, вернее. Буллет. Да. Буллет – это магистральная тема вообще чилиброс, потому что наш флагманский продукт, это, собственно, буллет хэл. И буллет там написано не как пуля, а как буллет, и там есть его логотип, потому что это очень крутой действительно бурбон. Сейчас скажешь. Мне нравится. Супер вкусно. Я скажу кайфы, и еще раз скажу, ты не знаешь. У нас каждый год, ну, пока только второй, проходят итоги года. Где мы выбираем? В прошлом у нас просто было топ-10 лучших соусов 2019-го. В этом году мы вводим номинации. Одна из самых сложных номинаций будет лучший соус с чипотли. Потому что чипотли, он вообще, ну, такой, типа, офигенный, слабоострый перец, и на нем почему-то, именно на нем, очень классно соусы готовят. Я, кстати, видел настоящий чипотли, даже пробовал чуть-чуть. Я-то, кстати, в Мексике был когда, естественно. Слушай, короче, здесь все круто. Мне кажется, чуть-чуть менее кисло бы я сделал. Чуть-чуть уксусно все-таки немножечко. Ну, это бич острых соусов вообще, потому что, ты же понимаешь, это не Скорапорт, поэтому им всем необходимо, да, необходимо на огромное количество времени стоять на полках, не обязательно в холодильниках, где-то на выкладке, поэтому, естественно, в них добавляют монструозное количество этого. Ну, что, ребят, за вас и за Фрэнс, за всю историю. Да? Очень много соли, но я люблю. Соль – моя тема. Мне прям ок. Не сказал бы, что сильно солен. Ну, ты из горла его слипил. Да, ладно, я пока не рискну потом. Пока без мяса, и вот его попробуешь, почувствуешь прям. Ты расскажи, пожалуйста, мне вот что интересное. Горобец рассказывал, как стать амбассадором. Я, кстати, не упомяну, что ты еще и амбассадор Диаджио. Локальный, да. Который в портфеле что у себя имеет? О, в портфеле, во-первых, это, ну, это самая крупная алкогольная компания. В портфеле из того, что вы точно знаете, из того, что знают все, это Джинни Уокер, Капитан Морган, Буллет, Джины, Смирнов, Джинтон Кирей, Бейлис, опять же. Вот. А вообще брендов просто огромное количество. Как ты стал их амбассадором? Это, кстати, было в семнадцатом году. Вот перед моим самым вот этим финалом я участвовал до этого. Очень много в ворд-классе, и ребята просто позвали, предложили работать. Мы все встретились в Москве, у нас 10 человек, да, по всей стране. Вот, а потом я еще выиграл ворд-класс, подтвердил, и все. И мы начали презентовать эти замечательные бренды, читать тренинги, мастер-классы, проводить события. Вот вчера, кстати, собственно, под этой гидой я и делал грязный мартини в Хаммерсмите. Очень классно было. Хаммерсмит, респект. Вот в тему конкурсов, как вообще проходит подготовка? Ну, то есть, смотри, ты мониторишь, у вас есть некие чаты, естественно, да, там, индустрии. И ты мониторишь, какие там конкурсы будут проходить. Сейчас это, естественно, онлайн. Да. Все. И ты понимаешь, все, участвую. Это, кстати, классный вопрос ты задал. Действительно, здесь важно понимать, для чего ты это делаешь. Все об этом говорят, вот там, допустим, ты что-то выигрываешь, у тебя там есть победа. Это не всегда там денежный какой-то приз там или что-то материальное. Это может быть просто там репутация, известность и так далее. Почему я это делал всегда? Во-первых, это дико сложно. Это очень стрессово, это долго, это время, это деньги. Короче, это, ну, не просто там, знаешь, проверить свои силы. Нет, в это прям надо вкладывать труд. Во-первых, это глобальные финалы. Они всегда проходят в очень крутых местах. То есть, я был в Мехико. В этом году, если все хорошо, уже с 20-го года перенесли финал на 21-й, и это будет в Сиднее. В Австралии. Да, и поэтому, так как там есть ограничения, ты можешь участвовать на глобальном ворклассе от страны только два раза. То есть, я один же. Да, и все. Ага, почему так? Ну, не знаю, видимо. Ты не можешь, прям, как игра Last of Us на PlayStation, забрать все награды, все премии. Бесконечно, да. Нет, два раза в жизни. И, собственно, в 17-м году был финал Мехико, потом был финал в Берлине, где я уже неоднократно бывал, потом был финал в Глазго, где я тоже бывал. А и в этом году Сиднее, я решил, так, Сиднее, да, Сиднее нравится, Сиднее хочу. Ну, это очень далеко и экзотично, как бы, для нас. И очень тяжело. Даже говорят на визу, вот у меня знакомый визу получал, там входит до того, что ты анализы сдаешь, чтобы визу получить. Так там еще же жесткий локдаун, там прямо от дома нельзя отходить, там, за 100 метров. Ну, типа, вот как в самых страшных новостях пишут про локдауны, да, и там сейчас в Австралии, типа, вот настолько, типа, все сильно. Ну, блин, будем надеяться, что все это когда-нибудь перейдет в обычное нормальное русло. Ну, собственно, чтобы это быстрее перешло в нормальное русло, и создаются такие инициативы, как Support Local Doctor, чтобы врачи чувствовали себя хорошо, всегда были сытыми и могли помогать людям. А мы помогаем Фрэнсу реализовать эту инициативу. Вы можете помочь нам. Давай, если ты не против, я чуть поподробнее об этом расскажу, про саму историю Support Local Doctor. То есть, по сути, вы покупаете обед врачу, мы, ну, мы не благотворительная организация, да, мы бары и рестораны. У нас есть кухня, у нас есть классные повара, которые могут готовить еду. И что мы делаем? Мы просто, мы не зарабатываем, естественно, с этого ничего и никогда. Мы просто готовим обеды и отвозим их в больницы горячие, там, сколько первый раз мы отвозили? 40-50 от Фрэнса только. И каждый день сейчас возим. Ну, естественно, ресурсы у нас не конечные, поэтому нам поддержка эта требуется. Поэтому мы с ребятами, ребята с врачами, и всем нам надо сейчас объединиться вокруг общей проблемы, чтобы ее поскорее локализовать и решить. Поэтому мы призываем всех, во-первых, к маскам, наверное, да? Обязательно, конечно. И ко всем мерам предосторожности. Я понимаю, что всем хочется с родителями почаще видеться. Но не забывайте, что родители старше нас, и поэтому сейчас чем меньше, тем лучше этих контактов будет проходить. Ну что, тогда посмотрим, получится ли у нас со следующим соусом какие-то взаимоотношения выстроить. Потому что его этикетка совершенно ублюдочна. И как и название. Он называется Нилс Хэри Эс Хат Соус. Буквально волосатая жопа Нила. И описание у него следующее. Волосатая задница Нила. Острый соус из перцев хабонера и сирана. Производитель обещает полное преображение вашей филейной части за считанные часы. Неожиданный взрыв вкуса в этом соусе явно не для слабонервных. Внимание к апслокам. Не употребляйте данный продукт, если у вас геморрой. Но они вот любят эти жопные темы, да. Создан для истинных любителей горяченького. Вот состав спартанский. Уксус, помидоры, лук, перец хабонера, перец сирана, специи и чеснок. Тут же есть гигантское предупреждение на бутылке, что... Если у вас есть геморрой. То есть геморрой даже во многом числе. Если их несколько, господи. Почему-то на лице это показало. Не, я просто... Несколько геморроев добавлюсь. Адище какое. С утра. Да, избегайте этого соуса. Ну вот волосатая жопа Нила. Его за голову кусает какой-то сверчок. И его жопа горит. А еще есть некая бутылочка для кормления. Наполненная соусом. Интересно, кто такой Нил этот? Ну, ребенок кого-то из создателей. Да, да, да. Это соускрафтерс. Ребята, которые изготавливают, они вообще специализируются на контрактном производстве. И они огромное количество соусов под разными брендами выпускают. То есть у них кто-то заказывает. Мне очень нравится, у них телефон бесплатный. В скобочках 866. Это код Miami Springs, видимо. Потом 99 и соус. Соус. Офигенный телефон. Слушай, ну это да, густой. Плюс в нем встретились, видишь, практически сцилла и харибда. Острых перцев. Потому что хабанера считается острым перцем. Он, правда, по нижней линейке, да, он там 300 тысяч, типа всего лишь, сковили. Ну, знаешь, 300. А, это типа изи. А табаско сколько? Табаско, перец там, я не знаю. Ну, то есть это же перец. А, все, я понял. Он, а вот если по 10-балльной, табаско, это прям типа единичка. Не, ну по сковелям сколько там, 7 тысяч, что-то такое, не помню. Ну, совсем, короче, детство, да? В скорпионе, по-моему, 30-40 тысяч, а в обычном, да, наверное, 5, 3, 5, 7, что-то что-нибудь такое. А сирана, это как раз типа вот на уровне табаско. Это супер слабоострый соус, но он очень, перец, но он очень ароматный, очень такой вкусовой. И здесь вот чувствуется травянистость, да, какая-то. Я думаю, что это как раз от сирана. Прям именно зеленая трава, а не сушеная, не пряность, а именно зелень такая прям как, ну не знаю, зеленый болгарский перец так пахнет. Ммм, опять скажу, что мне очень нравится органолептика этого соуса. Там достаточно соли для меня, а я люблю, когда много соли, то есть, ну, считайте, держите в уме, что это много соли, много уксуса. Я вообще люблю такие как бы вещи. Разреши, я так чуть-чуть его размешаю здесь. Человек профессионал. Я бы вот не догадался, но у тебя просто есть такие красивые фирменные бамбуковые палки. Сам сделал. Серьезно? Выточил. Из трехсотлетнего дуба. Я, с твоего позволения, еще. Вот тебя сейчас прижигают, чтобы ты понимал. Хорошо, мне нравится. Кабанира. Сколько бы я по десятибалльной дал этому соусу? По остроте или по... По остроте. Ну, наверное, для меня. У меня просто реакция такая, начну сейчас краснеть, но мне вкусно. Щечки уже румяные. Да. Ну, когда, короче, я сольюсь по цвету с рубашкой, значит, надо стрим заканчивать. Надеюсь, этого не случится. Ну, наверное, я бы смог съесть, наверное, в два раза острее. И мне бы тоже было вкусно. То есть пятерочку, наверное. А, и ты бы мог съесть десяточку, да? Ну, мне бы было очень плохо, но я бы смог. Ну, это вкусно, мне нравится. Да, это кайфово и это комфортно. Комфортно, приятно, да. Это никакой не экстрим, ничего такого, а реально прям отлично дополняет. Слушай, ты, получается, челихат? Начинающий, видимо. Не, мне тема интересна вообще, конечно. При этом ты дал ему пятерку, и я бы не смог сказать лучше. Ну, то есть это действительно твердый пятак. Хабанеры там много. Давай посмотрим. Ну, состав уже обычно как пишется по концентрации, да? Типа, что первее, то того больше. Ну, в серединке стоит. То есть на первом месте уксус, потом томаты. И, кстати, чуть ли не вяленые, да? Мне кажется, они-то, ну, есть что-то такое от вяленых томатов. Плюс цвета. Ну, характерный, мне кажется, что некая паста из вяленых томатов используется. Лучок, кабанеры посередине. Дальше уже там специи, чесночок. И чеснок, кстати, тоже заметен, да, немножко? Согласен, согласен. Но у него, мне даже баланс побольше нравится, чем у предыдущего немножко. Ну, то есть поменьше уксуса здесь сделали? Да, и в целом баланс всего. Типа, вкус, соль, сахар. Все вместе как-то, ну, прям очень выглядит сбалансированно для меня. Здесь, мне кажется, немного в первом просто не докрутили вот эту копченую тему. Ну, типа, вы добавили чипотли, надо чем-то его добить тоже копченым. Ну, мне кажется. Ну, подвести под него, это имеется в виду, какую-то базу. На чем вот эта копченость, условно говоря. Ну, вот опять же, вяленые томаты, возможно. Отлично, вообще, да. Обожаю, кстати. Тебе понравился Нилс Хэрри Эс, да? Естественно, все эти... Получается так. Все эти пафосные заявления о том, что он сожжет волосы на ваших жопах, это не имеет места быть, потому что, ну, он не экстремальный. Далеко. Просто вкусовой, и действительно, где-то в твердой посередине он находится по остроте. Ну, может так припалить слегка. Мелочь. Если много его особенностей есть, я думаю, что ты, ну, нормально пригоришь. Нормально пригоришь, да. Ссать будет больно потом. Знаете, да, ну, типа, капсаицин впитывается в кровь, а кровь впитывается в член. Ну, типа, ну, я же тоже, как бы, своего рода ученый. Вот. И потом, когда ты идешь писать, бывает острая мача. Жесть какая. А у ретро очень хорошо чувствует остроту. Что, ласки? Ласки и соусы. Так, все. Да. Ладно, эта тема... Скользкая. Да, по-другому не сказать. Собственно, слушая твои истории, я понимаю, что это не только про общение. Ну, типа, ты, допустим, не обычный, там, сферический бармен в вакууме, да? Ты уже в какую-то другую стадию в агрегатной стадии перешел, да? И это во многом еще и про гастрономию, про кулинарию, про какие-то, ну, высокую кухню, может быть. Согласен. Есть же молекулярные, да, коктейли? Ты увлекался? Да, да, увлекался. Ну, вообще, это такое очень-очень... Не, если хочешь, расскажу. Это интересная история была, которая была прям вот очень мимолетная, действительно. То есть, что такое молекулярное, о чем речь? Суть в основном в молекулярных коктейлях, она в том, что ты берешь, я не знаю... Вот мы выпили с тобой раствор, да? С помощью всяких разных молекулярных историй я могу из этого рассола сделать вот такие икринки маленькие. И положить их, допустим, в шот, как вариант. Чтобы они лопались еще, знаешь, когда ты пьешь все вместе? То есть, это рыбий жир такой? Да, 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 да. Да, да, такие вещи я могу сделать. Можно, допустим, вот взять морковку, перебить ее с каким-нибудь сливочным маслом или оливковым маслом, оливковым, да, и сделать из этого снег, допустим. Я тоже такое умею. И посыпать, да? И посыпать сверху. Ну, это очень интересно. Ну, опять же, когда тебе дают блюдо, которое целиком, или коктейль, которое целиком использовано в этих техниках, то люди просто забывают, они хвастаются, как они круто умеют делать вот эту вот историю. Вот, и в России, я не знаю, честно говоря, вот прям, чтобы был хоть один успешный ресторан чистой молекулярной кухней. Ты можешь использовать техники, где-то добавлять и так далее, и тогда это интересно, когда это в общем концепции какой-то. Вот, а так, ну, это просто аттракцион. Я предлагаю перейти к третьему соусу, мне вот этот, ну, это кайфовый. Согласен. Типа, серьезно. И наш третий соус не может похвастаться таким сратым дизайном, там вполне стандартно все, он называется Игуана Голд Айленд Пеппер Хат Соус. Когда боги остроты обратили свой взор на город Half Moon Bay в Калифорнии, на свет появился Игуана Голд, среднеострый, приятно обжигающий соус на основе хабанера и горчицы, в стиле островной кухни Вест-Индии. Свежий лук, чеснок, морковь, огурец, горчица и ароматные специи помогли нам немного приглушить остроту смеси перцев хабанера, сделав соус намного более универсальным, чем обычно. Проще говоря, он будет хорош практически со всеми блюдами. Вот такое претенциозное заявление. Вкус островов и невероятный аромат этого соуса пленят вас и заставят возвращаться к нему снова и снова. Наш талисман Ящер Игги с этим более чем согласен. В составе у него вода, каенский перец, вот тут указан процентаж, это редкость, но здесь указано. 8% каенского перца, 2% хабанера, ну то есть на самом-то деле он совсем изичный. Тростниковый сахар, уксус, морковь, соль, огурцы, модифицированный кукурузный крахмал, семена горчицы, куркума и другие специи. Чеснок, аскорбиновая кислота. Ну, интересно, в любом случае с огурцами, я не помню, что в составе каких-нибудь соусов, которые мы попробовали за 71 на секундочку стрим. Празднуете как-нибудь юбилейное? Слушай, было такое, когда мы были маленькими, у нас 200 человек смотрело, и мы такие, ууу, 10-й, еее, потом там, уу, 20-й, еее, а потом у нас вот сейчас 24 тысячи подписоты, и как бы мы празднуем просто тем, что, ну, типа нам очень приятно, для нас это лучший подарок, что куча народу этим увлекается, вообще культура растет, развивается, появляются новые производители, появляются люди, которые хотят делать какие-то интересные проекты, подтягиваются крупные бренды. Не только из кулинарной истории, это и одежда, там, и что-то еще, там, дизайнеры, вот, например, от теми, ну, с Лебедем ты знаешь. Слушай, очень странный запах, я не могу понять. Ну, да, что-то в Вест... Индия есть, Индия действительно есть. Заметил, да, как Иги зовут? Да, Иги. Так, ну что, пробуем? Слушай, запах, запах, что с запахом? А, куркума какая-то? Что-то такое. Ну, вот, что-то восточное, восточное, прям такое сразу. На, ну, смотри, цвет, понятно, оранжевый, да, вот она, наверное, куркума, это и есть. Ну, ее тут не только, видимо, для цвета, а еще и для вкуса. Для вкуса, да. Ну, и морковка. Ну, давай, пробуй. Не, давай ты, на правах, опять же, гостя. Слушай, интересный сос, а мне как-то говорили, что острая очень сильно вырабатывает дофамин, гормон такой. Есть такое дело? Да, поэтому кайфуешь всегда. Да, бодришься прям сильно. Да, кайфовая история и, более того, с похмелья, типа, всадить. Или вот, кто же нам рассказывал? Кто же был на лаве, когда рассказывал, что если сильно, а ну, бот. Бот, это Леша Боткунов, с ним тоже есть выпуск на канале у нас, на Чилиброско. Он рассказывал, что если кто-то сильно набухался, бахаешь ему острова, он разбодряется и трезвится. Это, по-моему, ему рассказывал Редман или кто-то. Что-то такое это было. Мне опять очень нравится. Короче, тут еще есть концепция такая, в принципе, на канале. Если соус дерьмо, если он тебе не нравится, ты просто так и говоришь. Тут я не могу вообще ругать ни один из трех вот этих соусов пока что за какие-то косяки в рецептуре, в балансе, в композиции, в принципе. Этот более естественно. Индийский? Да, да, да. Очень интересно. То есть здесь нету ничего копченого, да, ничего такого. Вот. И он такой прям, наверное, овощной, овощной такой, некоторый салат, что ли, только острый. Что-то такое. Мне нравится. Я отлично его представляю, например, знаешь где? Вот курицу заглейзить. Ай, офигенно. С рисом такая, то есть ну как карри, чикен, только получается вот под игуанг из хабонера. Будет супер. Глейзишь курицу, она такая получается вся закляренная. И с рисом офигенно будет. Еще вот какой-нибудь фасоли, ну типа что-то. Откуда у тебя такой слайд по-морской? Так я общаюсь с вами. Я теперь еще и про икру буду всем рассказывать из стрипсов. Икру и стрипсы. Если хочешь, можно как-нибудь заморочиться и реально поугарать и сделать. Мы можем сделать икру из острого соуса. Это вообще, да. И просто делать бутерброд из стрипса и икры. Вот это кайф, ребята. Это тема для следующего ролика. Я предупреждаю продакшн-тим, что это будет круто же, да, вот это снять, да, икру из острого соуса, а потом с ней бутеры. Ребята, ждите на канале Челеброскоп. Подписывайте себя, мам своих, их бойфрендов, если у них нет мужа. И, соответственно, хомячков и других домашних животных на наш канал. Чем больше у нас подписчиков, тем больше интересного, клевого контента выходит. Дальше идет просто название, ребята. И следующий соус это Angry Goat Chocolate Habanero Balsamic and Black Garlic Hot Sauce. То есть решили все вынести в название. И это наш ответ тренду на черный чеснок. Наш, в данном случае, Angry Goat компании. Сладкие, землянистые ноты бальзамического уксуса, смешиваясь с копченым кленовым сиропом, дают черному чесноку раскрыться в полную силу и показать скрытые нотки шоколада. Вкус дополнен и завершен шоколадным Habanero, который будет нещадно жечь вас на протяжении всей трапезы. Слушай, ну описание как будто готовились к конкурсу, да? Слушай, звучит супер круто. Я уже очень хочу пробовать. В составе практически все, что было в описании. Это пюре из шоколадного Habanero, бальзамический уксус, уксус из яблочного сидра, копченый кленовый сироп из Вермонта, вода, порошок из черного чеснока, гранулированный чеснок и морская соль. Порошок из черного чеснока. Не ферментированный. Вчера у нас был просто соус от русского бренда Напалмфарм, и он был как раз с ферментированным черным чесноком. Блин, я обожаю черный чеснок. Это прям, я считаю, это очень крутая штука. Попробовали что-нибудь еще, кроме чеснока? Я видел, яблоки делают, но не пробовал еще. Ферментированные? Вот тоже чернение. Это все называется blackening чернение. Ну, по сути, это долго-долго-долго ферментация, там, 2-3 месяца. Когда он уже, типа, цвет все, типа, он уже, как бананы ферментируется. Так, у нас в холодильнике, если две недели полежать, то они становятся черными, black-бананами, но... Ну, слушай, не совсем так. Там надо, чтобы температура, наоборот, повышенная была, там, 40 градусов. Банан можно зачернить? Зачернить можно все, что угодно. Вопрос, как это будет по вкусу? Мне кажется, нужно стрип зачернить. А, следующий. Сначала икру, потом стрипс. А как тебе, да, черненый стрипс с красной икрой молекулярной из острова Сол? Звучит как праздник вообще. Звучит как заявка на новый конкурс, понимаешь? И к этому всему делу подбить еще алкоголь. Это уже легко мне даже есть идея какая-нибудь сейчас. Слушай, это прекрасно пахнет. Просто... Ну, мне кажется, это пахнет... Ну, во-первых, это точно пахнет чесноком. Скорее всего, черным. А ты от чеснока что ловишь, от черненого? От меня очень сильно изюм. Мне почему-то кажется, что он похож чем-то профилем вкусовым своим на изюм. А изюм же это практически ферментированный... Ну, это ферментированный наград, да. Черненый еще, к тому же. Нет, не совсем. Он же черный. И такой высохший, как яички кастрированного кота. Да. Я ждал, я ждал. Что же будет, что же будет? Да, цитатник Челеброско объявляется открытым. Блин, пробую. Это дико интересно. Дико интересно. Изюм это есть? А шоколад? Шоколада много причем. Он, кстати, выглядит, знаешь, как какой-то шоколадный сироп, да? Да, да. Я с твоего позволения еще разок. Да, и пальчик еще. Тебя теперь тоже... Палец теперь тоже... Черненый, да? Ну, и ферментированный даже маленько. Ох, неполиткредитные шутки пошли. Угу, угу. Ммм. А? Что скажешь? Я скажу, что слова, произнесенные вслух, это страшное оружие, потому что, если бы ты не сказал про изюм, я бы его не почувствовал вообще. А, блин, сори. Запрогламировал тебя. И я теперь действительно, да, НЛПшечка такая прошла. И я чувствую в основе вот эту кисло-фруктовую штуку, кисло-фруктовую историю. Вместе с шоколадом. Кленовый сироп из Вермонта не замечен. Не замечен, да. Слушай, ну вот тут и острота такая уже. Серьезная. Серьезная. Слушай, давай посмотрим на самом деле шоколадный хабанеро. Мне кажется, что он, это не простой хабанеро. Он помощнее. Минутка ликбеза. Так, что я еще не слился с рубашкой? По ощущениям, что вот-вот уже. Так. Сковель Хит Юниц. Шоколадный хабанеро, да, действительно. Типа, если обычный хабанеро красный, это 300 тысяч. Шоколадный хабанеро это 425-577. Офигеть. То есть это среди хабанеро, это острота. Вот на Википедии написано острота very hot. Very hot. Ну, это very hot, это правда. И сразу из пари. Сразу, так сказать, very hot. У меня в голове шутка про маму Стивлера. Не знаешь, что я сделал? Залез вот этим черненым пальцем в глаз себе сейчас. На котором был соус. Сейчас все потечет. Да, да, до свидания. А я знаешь, как так сделал? Я сделал, у нас был прямой эфир, где мы ели Death Not Challenge. Дай-ка я еще. Это мега ужасные острые орешки. 13 миллионов сковели. Ну, там типа кристаллы капсалицина. Типа реально на них высажены сверху. Ну, то есть они обжарены у них. Ну, ты понял? Да. Их надо съесть за 5 минут и не умереть. И я мало того, что съел и не умер, я еще и как бы глаза потер вот этим всем. Офигеть. И сидел просто в прямом эфире, есть даже где-то эта запись. Я сейчас вот, знаешь, говорят, да что вы там наделали, больно смотреть. Я вот сейчас понял, что это такое. Мне сейчас больно смотреть одним глазом. Да, да. А знаешь, еще это замечательно, когда много работаешь с соусами, ты бывает вот так его открываешь, а там, ну, вот в этой рифленой как бы штуке для закрутки, там забивается какая-нибудь капля, и ты вот так открываешь его, или наоборот, типа что-то пытаешься закрыть. И капля такая, если сидишь без очков, капля такая тебе бац, прилетает на радужку. И ты такой, мать твою, типа, срочно убейте меня просто. Ну, типа, просто убейте меня. Это будет намного лучше, чем то, что происходит. Ой. Слушай, ну, самое прикольное, что хочется еще. Я вот как раз тут у меня капли остались. Кайфы, да? Получаешь, острая такая история, как бы, сложно слезть с нее. Кстати, у тебя так плотно вот эта твоя шевелюра как бы покрылась. Покрылась плотом, у тебя выросли как будто волосы из воды. Не вытирать пока? Волосы из воды. Подстригусь так чуть-чуть, да? Да, да. Ну, чисто прибор косой или прямой, или как пробор. Нет, виски покороче или подлиннее, да, вот какие-то такие. Короткие-то я снотовый, алкаш вы или парикмахер, да? Пора переходить, да, к гвоздю программы. Хотя, на самом деле, я бы сказал, что гвоздь программы все-таки вот эта. Это вообще, это просто супер пуля. А, супер пуля. Значит, это ты себе забираешь. Скорее всего, наверное. Важный момент. Это серия соусов Angry God с плохими дизайнами, я так его называю. Обычно там какие-нибудь бобры нарисованы, или гуси, или ежи, короче, или кактусы, что-то такое. Вот эти три соуса, я так понимаю, что это, на самом деле, более-менее коктейльная история. Вся эта серия продается у нас на сайте Челеброско. Мы попробовали пока только один, я думаю, два остальные не менее интересны тоже. Да, очень классная штука, очень широкая, очень, как мы говорим, комплексный вкус. То есть много всего разного и классный баланс, да. Ну и само сочетание, как бы, чеснока, шоколада, очень крутое. Ну что, что у нас осталось на сегодня? У нас осталось на сегодня Хабанера Панч. Сейчас я про него начитаю. Ну вот, короче, самый кайф тебе вот этот пока да. Значит, его забираешь себе. Тем более, что я думаю, что ты можешь его где-то как раз интегрировать в своих каких-то рецептах или проектах. Или просто с кайфом сесть со стрипсами. Да, ну не забывай, что стрипсы обязательно должны быть из молекул состоять. И Хабанера Панч это мощный удар остроты от жареного перца Хабанера в нашем самом популярном среднеостром соусе. Так заявляет его производитель под названием Соус Крафтерс. Помните эту дурацкую детскую рекламу, где игрок в бейсбол бегает повсюду и всех вырубает? Ну так вот, этот соус абсолютно не такой. Вам понравится его острота, сладкий вкус меда и немного дымка. И состав у него действительно интересный. Это белый дистиллированный уксус, чеснок, кукурузный сироп, мед, жареный перец Хабанера, кошерная соль, жидкий дым, ксантановая камедь, красный пищевой краситель, желтый пищевой краситель. Странно, зачем было использовать красители при наличии у тебя, извините, меда, Хабанера и чеснока. Ну что тебе надо? Типа Хабанера дает вполне интересный натуральный цвет. Ну смешная этикетка, мне нравится. Бицепс у него, прям видел, какой угленный. О, это пахнет медком хорошо. Там его достаточно. Слушай, мне кажется, это будет вкусно. Давай, что ощущаешь? Да ты уже сказал, все, я теперь уже... Ну ты-то сам прочитал, что мед там есть, так что нормально, нормально. А я забыл, ты что думаешь, я же как курица без головы здесь сижу. А вот так надо было сделать? Да, конечно, всегда так там делаю. Офигеть, ну я чувствую очень много чеснока, я не чувствую меда. Возможно, потому что я, ну типа, на самом деле, не как ни связан с пищевой индустрией напрямую. Я люблю жрать и люблю готовить. И на самом деле делаю это вполне неплохо, но типа, чтобы какие-то тонкие материи постигать, я такой, ну типа... Слушай, ну вот баланьеза. Но с пи*** на вкусный баланьеза. Кайф, кайф. Захотелось, да, просто на куриную грудку вылить прям сразу почему-то? Мед, чеснок как-то у меня с этим вот именно ассоциируются. А у меня знаешь еще с чем? На самом деле, да, возможно, опять же, глейз, ну типа, знаешь, вот эти пакеты для запекания, и туда вот его, ну как раз в медово-горчичном, возможно. Салат бы я сделал. Смешать его чуть-чуть, может быть, с маслом каким-то, обычным даже. А я бы, знаешь, сделал? Я бы сделал печеный картофель с вот этими, как это называется, палки такие, ну, приправа такая, она в виде таких палочек, веточек, и на них... Розмарин. Розмарин. Печеный картофель с розмарином и вот с этим толстым. Не, мед, розмарин, это кайф, это отличное сочетание. Видите, как? Да. А еще можно, знаешь, что, смешать его с маслом сливочным, все это дело обратно заморозить, и потом на картошечку, на горячую сверху. Молекулярно. Как молекулярно, можно и икру из него сделать, в принципе. Слушай, я бы сказал, что это, я не знаю, может, после вот этого дружка нашего... Он вообще не острый, да? Но, еще раз скажу, вот просто в салат со свежих овощей будет супер круто. Да, вот этот, знаете, салат, который состоит из чего? Из помидорки, айсберга какого-нибудь. Да. Лучка. Лучка. Красного. Да, красного, свежего. И туда вот этот. Супер. Что может быть, как бы, более высокой кухни? Я даже вот сюда, наверное, его подвину. Это мы ранжируем по остроте. Да. Вот не острого до самого острого. Поэтому я даже вот этот поставил выше, потому что мне показалось, что острее. Да, слушай, я бы, наверное, даже с Нилом их поменял местами, по моим ощущениям. Ну, смотри. Давай, знаешь, как сделаем, ну, просто в самый конец его ставить, опять же, ну, типа, ну, он такой офигеть. Весь стрим стоял в конце, а тут мы его, как бы, отодвинули. Хотя давай, с другой стороны, он теперь снова первый, просто с другой стороны. Согласен. И он офигенно вкусный. Даже несмотря на то, что, как бы, сладкие соусы, это абсолютно не мой профиль. Этот, опять же, я представился, эту печеную картошечку, этот розмарин и эту куриную грудку. Боже, если вы, все это, если вам нравится все, что вы сейчас слышите, вам нужен этот соус. Вообще, приготовить классно будет. Он или другой медовый, это B-Stink, он тоже есть у нас в магазине, и он тоже кайфный, очень медовый, очень прикольный. Согласись, от сахара это другая сладость. У меда, она такая вволакивающая, короче, благородная какая-то, что ли, а у сахара это совсем другое. Мы попробовали все соусы, а сейчас, на самом деле, я бы хотел еще буквально пару минут уделить вот твоему видению вообще ситуации. Не тому, как из нее выходить, это не мы должны решать, да, мы все, что можем, все мы делаем. А как вообще дальше все будет развиваться, и как, в принципе, ну, баром сейчас и вообще общепиту существовать дальше? По нам это, конечно, очень сильно ударило, но что мы делаем во Фрэнс? Первое. Мы сказали, что так, а давайте мы будем звать людей, допустим, к нам ужинать. Мы перелопатили кухню, добавили несколько новых классных блюд, и все это прорекламировали, там, коктейльчиков чуть-чуть побольше, на удвоение, все классно, и люди стали приходить. То есть, меняется формат. Если, допустим, раньше ты шел там ночью, да, а тут ты можешь зайти после рабочего дня, что-нибудь перекусить и выпить немножко. То есть, меняется. Люди приходить начинают раньше, и это как бы хорошо. Карантин когда-то уйдет, а эта привычка, она у людей останется. Это супер. После работы двигаться. То есть, не то, что, типа, ты отработал, поехал домой, помылся, побрился, да, платье выбрал и пошел к 11 вечера. Мы чтобы каждый раз платье выбираем, конечно. У меня одно на вечерний выход всегда. Сейчас мы делаем, собственно, два вот этих наших новых заведения, да, можно же чуть-чуть спойлернуть, наверное, спойлернуть. Да, ну, это же Friends, правильно? Одно из них, собственно, будет называться Nudl Police. Мы уже на карантине запускали доставку азиатской еды, мы отработали очень крутые газовые воки настоящие. И, собственно, мы что делаем? Мы немножко смещаем фокус, да, с тусовки на какие-то другие вещи. То есть, мы будем доставлять эту еду и так далее. И все вместе по чуть-чуть, помаленечку, так и победим. Ну, то есть, вы меняетесь сами и меняете тем самым и привычки людей, которые там раньше любили действительно в 11 вечера минимум куда-то поехать и до 6 утра тусоваться. Они начинают думать уже, может быть, а может мне уже сразу на работу красивым, да, пойти, чтобы после этого где-то посидеть. А может быть мне там в баре выпить и потом еще домой прийти, тоже там какой-нибудь коктейльчик, вздохновиться, знаешь, и дома замутить коктейль. Продолжить дома, продолжить в сауну, сходи, в конце концов. Они-то ночью работают, правильно? Ну, мне что-то кажется, что да. Ну, это же не как бы не тусовочные места, ну типа. Один мне мой товарищ рассказывал, что они ходили с корешем в сауну, там кто-то еще у них был, у них не было денег ни на какой алкоголь. Была бутылка дынного ликера, и они в сауне пили дынный ликер. Ты представляешь, как это отвратительно? Ну, и ликер, причем, ну, сколько он? Горячий, теплый. 12 градусов, там, максимум. Да, и сладкий адовый, и дынный, и химозный. И ты после баньки такой, опа. Слушай, главная же компания. Согласен. А им кайфово было. Да, раз они по бесконечно это рассказывают, да. Ну вот, это самое главное. И для нас тоже главная компания. Сегодня очень кайфово посидели. Давай. Супер. Знаешь, как красиво, я думаю, мы же никакой коктейль сегодня не будем мешать. Расскажи концепцию свою новую, вот этой штуке. Итак, собственно, пиклбэк. Пикл – это рассол, шот рассола, шот бурбона. Вот, этот бурбон называется буллет. Он, чем интересен, он сильно отличается от других бурбонов. В первую очередь крепостью. 45. Многие думают, что 5 градусов, там, это не какая-то разница. Во вкусе эта разница очень серьезная. И на таких скоростях, скажем так, свыше 40, вот крепость там 1, 2, 3 градуса уже очень сильно влияет. Плюс он достаточно сухой, поэтому очень много у него фанатов, потому что он сильно отличается. Пиклбэк. Шот с рассолом. Смотрите, у нас есть вот такая вот классная парижская морковь. Так как я дико обожаю азиатскую еду, я ее замариновал в таком азиатском стиле. Там кокосовая вода, кокосовый сироп, чуть-чуть уксуса рисового. Кстати, поэтому он не такой вот уксусный. Кардамон, чуть-чуть каркаде для краски и чили. Собственно, что делается? Наливается полрюмки этого и полрюмки рассола и морковка. Все это с удовольствием выпивается. Кокос отлично, собственно, с буллитом работает. Отлично работает и овощные тона тоже, и вообще получается огромный кайф. У нас 6 стопок. Это три как раз порции. Вот три комплекта. Давай третий нальем. Сейчас Витя к нам тоже придет бахнуть. Так. Да, батплаг вылетает под конец стрима. Ребята, вы супер. Вообще, я как бы имел в виду, что это звук, типа, надвигающегося веселья. Ну да, пати саунд такой, да. Мы сейчас посмотрим, сколько у нас сегодня. Сегодня, очевидно, было меньше донатов, потому что, ну, вчера уже бабки закончились. Плюс сегодня пятница вечер. Все где? Во Фрэнс. Полчаса еще до закрытия. Успеваем. Вчера, значит, у нас было 6894, и сегодня 2643. Все равно супер круто. Соответственно, ну, типа, десятка, десятка отлетает в поддержку саппорт-локал-доктора. Спасибо вам, спасибо всем донатерам. Очень круто. Будем готовить обеды, радовать врачей, возить. Витя, спасибо большое. Иди сюда. Я понимаю, я понимаю. С вами была команда «Челеброскло» и Макс Гладешкевич. Макс, спасибо большое. Вам спасибо, что позвали. Супер круто. Тебе понравилось? Офигенно. Соус класс. Все, будем тебя звать. Ты очень интересный. А, мы же делаем этот бутерброд-то с икрой. Да, ждите на канале, ставьте лойсы и ждите черненый стрипс под молекулярный с острой икрой. Да. Это Витек, это Макс, и это «Челеброскло». Давайте еще разок. Фух. Так. Пока. Лайк. Это очень вкусно. Спасибо. Спасибо. Это очень круто. Еще раз очень сильно благодарю, это очень круто. Да, блин. Вы, если бы вы это не замутили, как бы я догадался объявить об этом. Это же в Телеграме, ну, типа, в нашем Телеграм-канале я еду в такси, пишу сообщение и думаю, б***ь, а почему так не сделают? Типа, нахуй нам эти донаты сдались, типа, давайте их врачам. Да, это кайф. Ну, реально, типа, б***ь, и врачи, кстати, реально фидбэк хороший, там, пишут, короче, типа, спасибо. В инстаграме, причем даже указывают. В личку, да, везде пишут, это кайф. Ну, это, б***ь, приятно, типа, ну, типа, вы делаете реально хорошее дело. Очень круто. Да, да, прекрасная штука. Субтитры сделал DimaTorzok